Привет, коллеги! На этой неделе мы наконец узнали, как в итоге будет выглядеть избирательный бюллетень 20 октября и сколько кандидатов президенты в него поместится. Выяснилось, что будет их 11, но и тут не обошлось без небольшого скандальчика. Самое время еще раз внимательно рассмотреть тех, кто предлагает нам себя на роль президента. Помимо списка знакомых и не очень кандидатов, у меня для вас есть еще парочка политновостей. Начнем именно с них. На общественном телеканале Молдова-1 на этой неделе отказались транслировать президента, нет, не удивляйтесь, не нынешнего, а третьего, лидера коммунистов Владимира Воронина, с его роликом против референдума. Глава телерадио Молдова Влад Цуркана написал в соцсети, что Воронин в своей предвыборной рекламе проигнорировал запрет на критику в адрес конкурентов. Я посмотрел этот ролик. Там действительно немало оскорблений в адрес власти и личному Айсанду, а еще сомнительных заявлений по поводу референдума. Владимир Николаевич не особо выбирал выражение. За последние четыре года эти оккупанты и подлецы значительно продвинулись в своей деструктивной и разрушительной политике. Первая мошенническая цель этого некой сонного референдума – любой ценой добиться переизбрания этой несостоявшейся как личность, и тем более как президента женщины, превратившейся в истеричного диктатора и разрушителя нашей страны. Правда, нельзя не отметить и то, что под требования к политической рекламе, которую предъявляет руководство Молдава-1, можно подвести чуть ли не любую критику власти. Напомню, партия коммунистов – одна из двух партий, которая зарегистрировалась для агитации против евроинтеграции. Вторая партия – это Возрождение, которое может вылететь из этого соревнования. ЦИК попросил Минюст приостановить ее деятельность из-за проблем с финансовой отчетностью. Так что коммунисты могут остаться единственными официальными молдавскими евроскептиками. И то, что их, пусть и по каким-то там основаниям, не пускают на общественное ТВ, так себе сказывается на плюрализме в этой компании. Тем более, что сами они выживают из скандала «Максимум». Уже провели протест у молдавского телерадио. Не прошло и двух дней, как телерадио и Влад Цуркану снова оказались в центре скандала. На этот раз они отказались показывать рекламу Рената Усатова, который в своем ролике говорит, что выступает за запрет пропаганды ЛГБТ в школах. Спор должен вот-вот решить ЦИК, потому что именно на его регламент ссылается «Молдова-1». На кейсы с рекламой Воронина и Усатова могут быть разные мнения. Кому-то такие высказывания вполне норм для политрекламы, кому-то нет. Раньше политическая реклама в Молдове бывала и куда жестче. И тут остается понять, что это было. Нас внезапно догнала новая этика и снизилась терпимость к хейт-спичу на ТВ. Тогда стоит этому только порадоваться. Или все-таки этот ЦИК с общественным телеканалом стремятся засушить и стерилизовать рекламу и критику в адрес власти. К концу недели прилетела еще одна не самая хорошая новость об участках в России. Зампредседателя ЦИК Павел Постик и недавно в интервью сообщил, что молдавский МИД настойчиво требует сократить количество участков в России с пяти до двух. Объясняет это тем, что в других местах помимо молдавской депмиссии МИД не может гарантировать безопасность членов комиссии. ЦИК, по словам Постик и настаивает на открытии пяти участков. Всего пяти участками в России и до этого были недовольны все, кто в этой самой России рассчитывает получить голоса. Дадон, его кандидат Стояногла и, конечно, молдавский избиратель в Москве Илон Шор. Социалисты уже официально возмутились. Окончательного решения о количестве участков в России на момент записи ролика нет. Ну а теперь к обещанному, кандидатам. Как я уже говорил, их 11, хотя подавали подписи 12 человек. Главу партии Куб Игоря Мунтяну ЦИК не зарегистрировал из-за отсутствия необходимого числа подписей. Конечно же, Мунтяну и Куб обвиняют ЦИК в предвзятости и настаивают, что подписей у них хватало с лихвой. Без того, чтобы самому посмотреть эти подписные листы Мунтяну, достоверно сказать, кто прав, невозможно. Но вот сомнения в том, что главе Куба удалось собрать подписи в срок, у нас могут быть. Он сдал их в последний день, как сам утверждал, 17 тысяч при 15 тысячах необходимых. Как бы там ни было, отколовшийся от блока Эмприуны Мунтяну остается за бортом компании. И тут напрашивается вопрос, зачем был этот концерт с выходом из блока? Не проще было поддержать того, кого вы все вместе выбрали? Ну а теперь пройдемся по оставшимся. Пойдем от аутсайдеров к фаворитам. Первая с конца и в бюллетене, и по узнаваемости, это Виктория Фортуна. Бывший прокурор антикоррупционной прокуратуры. В марте этого года она оттуда уволилась из-за того, что СИП объявил ее угрозой национальной безопасности и закрыл доступ к гостайне. И как бы я не любил ругать нашу спецслужбу, тут они, вероятно, не ошиблись. Фортуна начала свою кампанию, записав первый видеоролик на центральной площади Террасполя. Сложно себе представить, что это было сделано без соответствующего указания из Москвы. Террасполя обычно не горит с желанием втягиваться в молдавскую политику по своей инициативе, тем более вот так открыто. Плюс месседжи новоиспеченного политика. Нагнетание военной истерии, призывы к миру. Там же на площади в Террасполе она весь ролик мучила в руках голубя. Ну и, конечно, традиционные ценности, защита церкви, куда без нее. Антиевропейские месседжи, опять же. А на днях Фортуна и вовсе заявила, что российская армия в Приднестровье находится там законно и обеспечивает мир. Так что больше всего похоже, что она один из запасных кандидатов от Илана Шора. Кстати, про Шора. Хоть нашему политэмигранту и не удалось зарегистрировать своего официального кандидата Василия Болю, свое предложение молдавскому избирателю он все же сделал. Надо сказать, Илон Миронович в порыве щедрости превзошел сам себя. Сначала пообещал бесплатный газ всем жителям Молдовы, если референдум провалится. Мы выйдем и скажем твердое «нет» и покажем Евросоюзу его место. Я даю свое мужское слово, что с 1 декабря каждое физическое лицо гражданин Республики Молдова получит в свой дом газ абсолютно бесплатно. Ну а если выиграет еще и поддержанный им кандидат, то Илон Шор пришлет в страну 2 миллиарда долларов. Украл-то он всего один, а вернет два. Профит? Че? Ну и третий пункт, не менее важный, надо понимать. Это тотальный запрет ЛГБТ. Я единственный, кто вас никогда не обманул. Шор в нашей перечне кандидатов не случайно. Хоть его и нет бюллетеня, в молдавских выборах он все равно присутствует. Ну а теперь вернемся к бюллетеню. Второй в нашем списке – Василий Тарлев. Его тоже называют одним из запасных выдвиженцев Шора. Перед выборами он несколько раз ездил в Москву. Там на разных мероприятиях его можно было встретить с представителями команды Илана Шора. Его поддержала партия коммунистов, которые для Шора тоже вроде как не чужая. Но будет ли он тем, кого открыто поддержит беглый олигарх, сказать сложно. Скорее всего эта интрига будет сохраняться до дня тишины. Но ни Тарлев, ни Фуртуны даже с поддержкой Шора не будут иметь шансов даже на второй тур, не то что на победу. Третий в нашем списке кандидатов – Тудор Ульяновский. Бывший министр иностранных дел в правительстве Демпартии Влада Плохотнюка. Теперь Ульяновский связь с Плохотнюком отрицает. Человеком Плохотнюка не являюсь и не буду человеком Плохотнюка. Судя по опросам, у Ульяновского тоже нет шансов на серьезный результат. Возможно, его появление в бюллетене тоже первый шаг к участию в парламентских выборах в следующем году. Но сам Ульяновский ни в бытность министром ни сейчас не производил впечатления самостоятельного политического лидера. Так что не исключено, что за ним все-таки стоит кто-то, кому выгодно оставаться в тени. По крайней мере, пока. Ну а теперь еще один кандидат, за которым может кто-то стоять. И даже не очень тянет. Это Наталья Морарь. В прошлом одна из самых ярких журналистов Молдовы. Она оказалась за бортом профессии после того, как стало известно в ее отношениях с бизнесменом с сомнительной репутацией Вячеславом Платоном. В этом году Морарь объявила о своих политических амбициях. В то же время отрицает, что получает финансирование от того же Платона. Во что мало кто верит. До начала кампании ее видеопередачи рекламировались в Фейсбуке за счет Платона. Вряд ли Наталья может рассчитывать на сколько-нибудь серьезный результат на этих выборах. Для нее это тоже способ заявить о себе в новом качестве политики. Что она с этим капиталом будет делать дальше, мы пока не знаем. Увидим в следующем году. Совсем другая история бывший лидер платформы Да и в прошлом ближайший соратник Санду Андрей Настась. Пик его популярности приходился на период протестов и борьбы против захваченного государства Владимира Плохотнюка. Репутация борца с режимом помогла Настасе выиграть выборы мэра Кишнева в 2018 году. Но их результаты отменили по указанию того же Плохотнюка. Мэром Настасе так и не стал. После этого его карьера пошла на спад. Он как-то затерялся во власти в коалиции с социалистами и Санду в 2019 году. Тогда ему, одному из лидеров коалиции, все-таки пришлось довольствоваться скромным постом главы МВД. После развала коалиции и отставки кабинета Санду Настасе пришлось довольствоваться местом муниципального советника Кишнева. Затем были коррупционные скандалы, по итогам которых его, как и других советников от платформы, да, исключили из собственной партии. Эти выборы попытка Настасе вернуться в большую политику. Но я бы не ставил на то, что эта попытка будет удачной. Еще один кандидат справа – Октавиан Цико. Его в президенты выдвинул единственный на этих выборах блок – Эмприуне. Цико – историк, в прошлом боксер, а главное – убежденный унионист. Понятно, что за кресло президента он всерьез не борется. Такой задачи перед ним не стоит. Он нужен для раскрутки блока перед парламентскими выборами. Не то чтобы Цико – суперпопулярный политик. На роль электорального паровоза он точно не тянет. Но то, что он сторонник объединения с Румынией, это может быть для блока плюсом. Дело в том, что маленьким партиям, которым нужно быстро набрать свои заветные 5-10%, простые идеи вроде унири или вековой дружбы с Россией могут помочь быстро развить успех. Ими легко увлечь электорат с самых краев молдавского политического спектра. Это для того, чтобы получить власть в парламенте или стать президентом, например. Нужно быть куда более взвешенным политиком, не злить свое электоральное ядро и одновременно заигрывать с электоратом конкурентов. А чтобы преодолеть порог прохода в парламент, достаточно лупить в одну точку. Хотя еще больше похоже, что кандидатура Цико – это не какой-то супервзвешенный ход. Скорее, результат компромисса трех партий, на который не согласилась четвертая с Игорем Мунтяновым в главе. Еще один кандидат, для которого выборы президента – это ступенька к парламентским выборам – это экстремьер Ион Кику. Кику успел побыть министром финансов в правительстве Демпартии, потом советником Додона, а потом стал премьером при поддержке тех же Додона и Демпартии. В 2021 году на осколках Демпартии он создал свою партию развития и консолидации Молдовы, у которой неплохое представительство в регионах, что показали последние местные выборы. Ион Кику по молдавским меркам самый что ни на есть центрист. Он родит за ЕС, но критикует референдум. Топит за нейтралитет и невмешательство в войну. Недавно провожал благодарственным письмом и комплиментами посла России Воснецова. Это и ряд других заявлений дают сторонним наблюдателям основания подозревать Кику в подыгрывании Кремлю. Ну а следом за Кику логично будет вспомнить Ирину Лах. Дважды Башкан Гагаузии – опытный и умелый политик. Взошла на башканский престол при беспрецедентной на тот момент помощи России. Потом старалась не враждовать ни с кем. Ни с властью Плохотнюка, ни с традиционным покровителем Гагаузии Турции, ни с западными послами. Ну и про дружбу с Россией тоже не забывала. После отставки из поста Башкана нещадно критикует Санду и готовится к походу в республиканскую политику. Активно учила румынский и последний год ездит с гастролями по стране. И все это дало результат. Она занимает четвертое место в президентском рейтинге и по результатам опросов у нее 5-6% голосов. Главные тезисы компании Лах – это сохранение мира в Молдове, нейтралитет, необходимость дружить со всеми, сохранение государственности. В день мира пусть власть услышит мое предупреждение. Хватит вооружать Молдову. Хватит втягивать нашу страну в чужие конфликты. Как и в случае с КИКУ, стремление хранить мир, когда никто на него не покушается, и при этом старательное игнорирование темы войны по соседству – очень выгодная для Москвы риторика. За счет своей активности в регионах Ирина Лах – первый кандидат из нашего списка, предыдущий на хороший результат. Даже четвертый результат на этих выборах для вчерашнего политика регионального масштаба – это уже новый уровень. Теперь перейдем к однозначным фаворитам. Первый из них, кому вопросы пока отдают третье место – это Ринато Усатый. Усатый – человек уникальной молдавской политики. Харизмат, популист, умеет расположить себе аудиторию. Несмотря на то, что в молдавской политике он давно, системным политиком его назвать нельзя. Представители его партии выигрывают выборы мэров в молдавских райцентрах. Сам он дважды становился мэром Бельц и недавно привел в это кресло кишиневца Александра Петкова. Но вот конвертировать этот региональный успех в хороший результат на национальном уровне Усатому еще не удавалось. Дважды кандидаты от его партии, он сам и его кандидат Дмитрий Чубашенко, занимали третье место на президентских выборах. Но вот парламент, партия Усатого так и не смогла попасть ни разу. И на этих выборах он, если верить опросам, может оказаться третьим. А это в перспективе может помочь ему побороться за свою маленькую фракцию в парламенте летом 2025 года. Но не будем загадывать. Теперь пока что главный соперник действующего президента, кандидат социалистов Александр Стояногло. Начнем с того, почему, собственно, Стояногло, а не Дадон. Перед началом кампании все опросы показывали, что у Дадона по-прежнему второй рейтинг Кослисанду и почти стопроцентные шансы выйти с действующим президентом во второй тур, если он состоится, конечно. Но Дадон по тем же опросам обладал еще большим, чем у Санду антирейтингом. Именно антирейтинг и очевидная близость лидеров социалистов к Кремлю вместе с его коррупционным шлейфом делали Дадона очень удобным спарринг-партнером для Санду. Третий раунд этого противостояния после выборов 2016-2020 года с высокой вероятностью выигрывало бы Санду. Сегодня Молдавии проиграет Дадон. Почему? Он же проиграл. Мы же полперва ночи выходим. Потому что размазню выбрали. Размазню. А эта женщина волевая такая, сильная. И тут то ли в Кремле настоятельно рекомендовали Игорю Николаевичу слиться, то ли он сам не захотел быть обвиненным в подыгрывании Санду и отказался баллотироваться. Чем удивил меня, если честно. Если рассматривать эти выборы как задел для парламентских, то логичнее было бы, чтобы в них участвовал именно лидер социалистов. Вместо этого Дадон предложил молдавским левым оппозиционерам сплотиться вокруг Стояногла. Этот призыв был ожидаемо проигнорирован. Не поддержал Стояногла даже гражданский конгресс Марка Ткачука, куда кандидат ходил на смотрины. Хотя сам Ткачук вроде как народного кандидата поддерживает, по крайней мере в предвыбанном ролике. Сам Александр Стояногла не обладает узнаваемостью и рейтингом, сравнимым с Дадоном. Его 10% в вопросах это часть рейтинга социалистов и Дадона, которая успешно конвертировалась в рейтинг их кандидата. Еще Стояногла далеко не самый харизматичный политик. А его стремление позиционировать себя как стороннего арбитра и поставщика справедливости на посту президента вряд ли отвечает на общественный запрос, связанный с этой должностью. Люди хотят видеть на посту президента политика, который будет нести ответственность за все. Даже за то, за что ему отвечать не положено. Это показали предыдущие выборы. Но у Стояногла есть и плюс. У него нет Дадоновского антирейтинга. Его не очень законно сместили в свое время с должности генпрокурора. Единственная серьезная репутационная проблема Стояногла это освобождение Платона. Как утверждают его критики, он сделал это не просто так и не бесплатно. Хотя веских доказательств этого нет. Вероятно, для того, чтобы не отпугнуть никакого избирателя, бывший генпрокурор куда осторожнее, чем Дадон, говорит о внешней политике. С одной стороны, обещает продолжить евроинтеграцию, с другой, делать это не в ущерб отношениям с Россией. Сложно себе представить, как это можно делать в условиях войны и противостояния Евросоюза и России, но обещать-то никто не мешает. Если подытожить, то при удачном стечении обстоятельств на плечах социалистов Стояногла может попасть во второй тур Санду. Но даже там его шансы на успех не так уж велики. Ну а теперь действующий президент и очевидный фаворит Майя Санду. Говорить о Санду вообще легко. Она на виду последние годы и все плюсы и минусы президента хорошо видны. Опросы отдают Санду 35-36% голосов от всех респондентов и больше 40% от определившихся. У этого рейтинга есть причины. Уже можно сказать, что Санду со своей партией задали новый стандарт молдавской политики по части прозрачности финансирования. Конечно, у всех без исключения молдавских партий есть проблемы с корректностью финансирования, в том числе у ПАС. Но к нынешней правящей партии этих вопросов всегда было куда меньше, чем к другим рейтинговым партиям. И сейчас никто из оппонентов всерьез не обвиняет президента в коррупции. К членам ее команды вопросы, в том числе у журналистов, появляются. Но Санду еще никто в этом обоснованно не обвинял. Другая сильная сторона президента – внешняя политика. Санду бескомпромиссно проевропейский политика. Ее принимают на Западе как свою, за счет этого у правящей команды беспрецедентная поддержка еврочиновников. И конвертируется это все в поддержку и европейского курса страны, и в количество денег, которые получает страна оттуда. У всего этого, конечно же, есть свои издержки. Стремление следовать фарватере внешней политики ЕС в отношении России, фактическое присоединение к санкциям, твердое осуждение российской агрессии, борьба с российским влиянием в медиапространстве очень раздражают значительную часть молдавского электората. Но есть и куда более серьезные минусы. За три года безраздельные власти ПАС и Санду не совершили никаких чудес по части пресловутой диолигархизации и реформы юстиции. Последнее вообще обрастает скандалами и кажется, то ли зашла в тупик, то ли изначально была задумана крайне неудачно. Дело о краже миллиарда стоит на месте, бывшие соратники Плохотнюка по захвату государства чувствуют себя более чем вольготно, как и многие другие проходимцы, вроде подельников Шора, например. Выбив того же Стайногла из прокуратуры, власть, кажется, добилась лишь того, что бывшие Плохотнюковские прокуроры стали чувствовать себя только свободнее. Есть важные, хоть и болезненные реформы в энергосекторе. За счет иностранных вливаний получается строить отдельные дороги и другие объекты инфраструктуры. Ну а вот с молдавской экономикой по-прежнему беда. На то есть и объективные причины, конечно, но молдавский избиратель вряд ли хочет слышать эти объяснения. Энергокризис, война и инфляция сильно ударили по кошелькам и без того небогатых молдаван. Все это множит количество тех, кто ни за что не проголосует за действующего президента. Ну а раз по масштабу другого такого политика, как Санду в Молдове нет, то и соперничать ей приходится с самой собой. Поэтому во второй тур, если он случится, выйдут Санду и ее антирейтинг. Кандидат, который займет вторую строчку бюллетеней, во втором туре либо поможет антирейтингу одолеть Санду, либо нет. К этому и сводится главная интрига выборов в Молдове. Надеюсь, к следующей неделе у нас будут хоть какие-то новые опросы. Посмотрим на динамику рейтинга фаворитов. Не забывайте про лайк, подписку на канал Ньюсмейкер Молдова и колокольчик, чтобы Ютуб присылал вам уведомления о новых видео. Ну а оперативные новости заходите смотреть в наш телеграм-канал. Ссылка, как всегда, будет в описании под видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok